Раз один-один, поехали записывать. Всем привет! Пока у меня рендерится, решил записать небольшое видео о том, какие я скрипты использую каждый день для моделинга, для анимации, для сетапа персонажей. Я их не все использую каждый день, но большинство из них, когда моделью, это 100%. Итак, если вас это заинтересует, то чем вы попытаетесь себе немного влегчить жизнь, окей, welcome. Все скрипты бесплатные, ссылочки будут в описании. Ссылочка как на источник, так и на мой Dropbox. Если там нету, можете всегда мне скачать с Dropbox. Так, поехали. Первое, с чем я хочу познакомить, это Outliner. Раз-раз один-один. Autodesk, конечно, нам предлагает использовать стандартный Scen Explorer, но, честно говоря, как по мне, это такая какая-то жутковатая вещь. Понятное дело, что она интегрирована, одна есть, но, не знаю, вот оно как-то перенаворочено, что-то в нем доделано, что-то не доделано. Делано, как по мне, не очень удобно переименовать какой-то мэш в нем, вот просто взять, например, выбрать какой-нибудь элемент, вот так вот, да, дабл-кликнуть и по-другому его назвать, Enter нажал и все. Вот такого там нету. Очень удобно здесь отображение идет, ну, собственно, как и в том Scen Explorer режим иерархии, режим слоев, режим еще есть материалов, различные сортировки, фильтры, настройки. Очень удобно. Ну, короче, советую. Кому понравится, пожалуйста, вот, можно найти его. А, маленький кормоз. На скрипт-споте. Здесь есть аутлайнер. Переходите на вот этот URL. И здесь я, вот я пользуюсь, здесь есть аутлайнер 2, аутлайнер 3. Обычно я пользуюсь вот, который 20-13 и абав, версия 2. А, почему не 3, честно говоря, не знаю. Вот, 2 как-то прижился ко мне, я его уже использую, по-моему, 3 или 4 год. Очень доволен. И вам советую. Второй скрипт, который я всегда использую, это, ну, можно сказать, один из самых важных скриптов для меня. Это Regularize Loop. Ссылочка. Вот он здесь. Здесь, все я буду брать на скрипт-споте. Суть его какова? Выбираете какой-то кусочек полигонов, либо айджиков, нажимаете Regularize, и он у вас превращает все в кружочек, идеальный кружок. Понятное дело, что можно и в Максе найти похожий, как этот называется, это правильно, раньше графит, сейчас Ribbon Tools. Там есть Loop Tools, и в Loop Tools можно что-то вот подобрать. Но, Regularize действует гораздо проще. Я его всегда использую, просто он всегда под рукой. Нажал правой клавишей, Regularize, вот у меня идеальный кружочек. Никаких проблем, в общем-то, с ним никогда не бывало. Единственное, что он бывает иногда, вот так вот переворачивает меш. С чем это связано, не знаю, какой-то баг, но, в принципе, это тот баг, с которым можно мириться. Так что, если понравился, ссылочка, как обычно, есть. Дальше, что я еще использую? Это такой скрипт, который называется Straighten Edge. Что он делает? Он выбирает, значит, сначала вы выбираете, например, несколько Edge, которые вам нужны. Нажимаете Snap Tools, и обычно я использую привязку именно 3D Snap, и нажимаете Straighten Edge. Выбираете первую точку, последнюю точку, и оно вам выравнивает ваш Edge между двумя этими точками. Причем, неважно, это будет начало этих Edge, либо начало-конец, либо какие-то вообще произвольные точки. То есть, можете выбрать, например, вот эту точку и вот эту точку, и оно между ними вам проведет линию. То есть, ну, какие-то произвольные точки в сцене. Так, скрипт Regularize Straighten Edge, вот, находится по этому адресу, ссылочка, опять же, в описании, либо в скрипт-споте. Тут уже есть на сайте именно такая небольшая гифочка с описанием, очень полезная. Так, дальше, еще что я использую, это Uniconnector. Вообще, скрипт очень классный, что он делает? Значит, бывает так, что вам нужно вот законнектить там несколько Edge, там, например, их просто прорезать отсюда до сюда, да? Либо просто нажать там Connect, либо взять и выделить одну Vertex, вторую Vertex, и вы захотите их там, например, сконнектить, у вас не получается. Вы переходите в режим Cut, там, начинаете прорезать что-то. Ну, бывает это, в общем, сложновато. Что он делает? Вы выбрали, например, две точки, и в зависимости от того, если эти точки находятся на каком-то расстоянии друг от друга, и между ними находятся Edge, то Connect у них не сработает, нужно резать. Нажав эту кнопочку, вызвав этот скрипт, оно вас просто прорезало от точки до точки. Если вы находитесь в Edge, когда три Edge выбрано, нажали Connect, он у вас прорезал. Либо там вот отсюда до сюда тоже нажали быстренько Connect, он прорезал. Насколько я помню, он там работает еще и со сплайнами, в общем, куча всяких удобных вещей, не нужно в голове держать, что зачем будет происходить. То есть, не нужно выбирать там в одной ситуации Connect, в другой ситуации Cut. Одной кнопочкой он сам понимает, что лучше ему сделать. Иногда бывает, встречаются баги, но опять же таки, с ними можно бериться. Ссылочка, вот она, скрипт спот, прошу прощения, это автоселект, юниконнектор. Здесь в гифочках написано, прорисовано все, что он делает, там от бриджей до коннектов. Всем советую, пользуйтесь. Дальше. Такой скрипт, я его только что назвал, называется автоселект. Что он делает? Значит, когда вы его запускаете, у вас появляется такое менюшка, в которой есть выбор того, что вы хотите выбирать, какой модификатор, когда кликаете на объект. Значит, бывает такая ситуация, когда вы моделите что-то, ну, например, там всегда у вас включена симметрия, поверхность симметрии, турбосмуз, и плюс еще какой-нибудь там модификатор. И каждый раз, когда, и у вас таких объектов, ну, не знаю, там пару-тройку в сцене, ну, вы между ними постоянно переключаетесь, и каждый раз вы кликаете в объект, вы, например, там кликнули сюда, потом перешли на этот уровень. Или там сюда, потом снова перешли там на нижний уровень. Ну, в какой-то момент начинает вас это задалбывать, и вы задумываетесь, было бы неплохо, если бы был такой модификатор, или какой-то скриптик, который позволял бы кликнув на объект, сразу перебраться на какой-то там нижний уровень. И вот это он и есть, Modifier Auto Select, вы запускаете его, и выбираете, то есть Base Object, это то, что у вас будет выбрано, когда вы кликаете на объект, что у вас будет в стеке переходить. Тут также есть некоторые еще настроечки, которые я не использую, то есть, возможно, если у вас, наверное, модификатор как-то по-другому называется, то есть, ну, если вы знаете, что можно модификатор обозвать как-то, да, нажимать Rename и так далее. По идее, включая эту галочку, он у вас будет искать этот модификатор и на него переходить. Но, я всегда использую Base Object, потому что работаю с самым нижним уровнем всегда. Auto Select Enabled, и смотрите, я выбрал, например, вот эту стоечку, и я сразу на Edit поле. Давайте, например, я сейчас накину сюда какой-нибудь, ну, давайте там Noise плюс, не знаю, там Band, ну, и хватит, например, да. И вот я выбираю этот модификатор, оп, и я сразу на Edit поле, что, в общем-то, удобно. Я сразу выбираю под уровень редактирования и пошел сразу редактировать, я не заморачиваясь тем, что мне нужно где-то там перейти на нижний уровень. Также это очень удобно, когда вы работаете в режиме Expert Mode, то есть вы кликнули на объект, вам не нужно больше переходить, там, выбирать в модификаторах, что там, где, какой модификатор активный. Вы нажали сразу работать с Edge, с Vertex и работаете с Vertex. Кликнули сюда, да, перешел сразу на нижний уровень, выбрали Vertex и работаете с ним. Очень удобно, советую, ссылочка в описании. Так, дальше, небольшой удобный скриптик, в принципе-то он есть и в RapoTools, кстати, да, RapoTools это самый большой скрипт, который я использую, можно сказать, да. Я на нем останавливаться не буду, видео у меня есть на канале, оно достаточно длинное, кого интересует, можете посмотреть. Очень много для себя интересного найдете. Раз-раз-один-один. Следующим скриптом, с которым я хочу познакомить, это будет скрипт, который bridged face. Не то, что прямо, который находятся друг от друга, а face, которые находятся там на каком-то расстоянии. Причем, не по какой-то там произвольной дуге, а именно по дуге, заданной каким-то сплайном. Итак, скрипт SuperPolyBridge. Вот его ссылочка. Здесь есть краткие видео, чего он умеет, и я расскажу, покажу, в принципе, пример. Выбираем несколько полигончиков, запускаем скрипт. Вот, окликнул. Вот, создается сплайн. Выбирайте, сколько точек будет у него в основе. Одна точка, либо две, три, или больше, сколько-то надо. Как-нибудь их вот так вот деформите, как вас это интересно, как вам нужно. И нажимаете Bridge Faces. И получается, что задав количество сегментов, на которые он разбивает, создает вот такой вот дугу. Им я пользовался до тех пор, пока не появился у меня RapaTools. И в RapaTools есть примерно такое же самое, но чуть-чуть больше там возможностей. Правой клавишей кликнули. Ну, чего-то больше, чего-то меньше. Здесь есть возможность задать количество сегментов, толщину. В принципе, делаю это логически то же самое. Кому что удобно, то есть, если кто-то не хочет пользоваться RapaTools, и кто-то хочет что-то более простое, то, пожалуйста, можете использовать именно этот скрипт. Следующий скрипт, с которым хочу познакомить, это Extend Borders. Простенький скриптик. Лучше показать, наверное, на каком-то примере. Допустим, у меня есть полигончик. Выделяю бордюр. И нажимаю Extend Borders. Здесь есть высота, на которую я могу экструдиться. И угол, на который я буду экструдиться. Чем-то он напоминает обычный экструд. Но, в отличие от него, у обычного экструда, у него есть экструд в сторону. Там, под 90 градусов и все. И есть величина, на которую будет фаска сбываться. То есть, получается, что вот это основание у вас будет уменьшаться. То есть, смотрите. Я сейчас сделаю, например, копию этого объекта. И попробую сделать то же самое, вместе с обычным экструдом. Значит, выделил я бордюр. Ну, к примеру, бордюр. Можно просто edge-ик любой выделить. Нажимаем Extrude. Да. И просто я увеличиваю на какую-то высоту. И при помощи нижнего параметра я уменьшаю, ну, делаю пазочку. То есть, получается, что вот эта часть, она у меня уменьшается в размере. Теперь, смотрите, я беру вот этот объект и нажимаю Extend Borders. И, как видите, я могу вытянуть на удобную высоту, выбрать нужный мне угол. Иногда здесь встречаются какие-то баги, не знаю, с чем связанные. Автор пишет, что где-то они там были, из-за чего-то они происходят. Вот, надо, наверное, вот так вот сделать. Вот, и выбрав нужный угол, я получаю вот такую вот вещь. То есть, у меня получается, что основание, оно никак не уменьшается, а угол растет. В общем, очень полезно, я всем советую. Так, 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 так. Extend Borders, вот, опять же, она здесь, здесь есть такая гифочка, очень удобно показывает все. Думаю, что, вполне возможно, вы найдете ей для себя применение. Раз, раз, один, один. Итак, с моделингом разобрались. Теперь немного таких вспомогательных скриптов, которые я использую в работе с пивотами, с поворотами, с выравниванием. Значит, первое, самое главное, что я использую, это, даже это сложно назвать скриптом, это просто вынесено из Макса кнопочка внутренней такой скрипти, который позволяет селектить без зума, то есть, делать изолейт-селект без зума. То есть, вот, например, мне нужно, когда я делаю изолейт-селекшн, я, например, хожу здесь, да, и нажимаю Alt-Q, да, нажал изолейт-селекшн, и у меня оно, как бы, центрируется здесь, и потом уходит назад. Честно говоря, это совсем нифига неудобно, особенно, когда ты работаешь вот с каким-нибудь таким манюсеньким элементом, а тебе нужно его заизолейтить. Ты берешь, нажимаешь Alt-Q, и оно у тебя зумится назад. Ты как дебил, вот так вот берешь, и назад сюда пытаешься призумиться. Это, в общем-то, очень неудобно, поэтому в Toolbars'ах, в Customize'е я нашел такую панельку, ну, то есть, вот здесь вот в Toolbars'ах есть такая команда, которая называется Zoom Extends on Isolate. Вот у меня, видите, вы рядом с мышкой, подсказочка, она есть, и тут вы находите ее. All commands, the Zoom Extends on Isolate. Zoom Extends on Isolate. Ее выводите сюда, обзываете, как вам удобно, и что происходит? Когда она, вот по умолчанию получается она активная, когда выключена, получается вот такая ситуация. Вы работаете с чем-то, нажимаете Zoom Extends, и он у вас не приближается. Нажимаете Zoom, и он будет рядом с ним. Нажимаете Unzoom, Isolate, Selection Off, и у вас все на том же самом месте. То есть, ваш фокус зрения, видение никуда не исчезает, что, в общем-то, очень удобно. Нигде его не нужно искать, в принципе, просто, как я вам уже сказал, берете, открываете Customize, и в Customize, в Toolboxах находите Zoom Extends on Isolate, выставляете его сюда и работаете с ним. Возможно, для этого есть, можно придумать какой-нибудь хаткей и записать его как отдельный скрипт и поставить в автостарт. При старте Max у вас не будет постоянно активным, либо же наоборот неактивным, поскольку вот так вот включенным по умолчанию, выключенный, мы его делаем выключенным. И он у вас будет радовать вас. Следующий такой вспомогательный скриптик, это Pivot to Edge. То есть, бывает такая ситуация, когда вам нужно, ну, давайте так сделаем. Возьмем цилиндр, да. Вот, у вас есть пивот, который вы хотите поставить так, чтобы он у вас вращался относительно только, например, вот этого вот ребра. То есть, вы можете долго и нудно его пытаться выровнять ручками, либо найти какой-нибудь еще скрипт. Ну, я их несколько пересмотрел, вот этот скрипт меня наиболее устроил. Я конвертирую Mesh в редактирую мою сетку, выбираю Aging и нажимаю Pivot to Edge. И теперь получается, видите, у меня пивот сюда встал, и получается, что теперь вот такая ситуация, что он вращается относительно этой точки. У него есть такой, ну, назовем это баг, не баг, не знаю, как правильно назвать, но есть такая фишка, что если он, так, давайте я уберу назад пивот. Если этот объект чему-то прелинкован, например, вот к этому объекту, то он не сработает правильно в действии вот этот пивот. То есть, вы нажимаете set pivot to Edge, нет, вообще получается, что он вроде как сработал. Но зачастую я встречал, и будьте к этому готовы, что если объект чему-то прелинкован, то пивот to Edge не работает скрипт правильно. Надо сначала объект отлинковать, выставить скрипт, а потом заново прелинковать. Вот сейчас у меня как раз такой вариант почему-то не сработал, да, но имейте в виду, что нужно отлинковать, потом уже выставить пивот и прелинковать заново. Находится он, вот, пивот to Edge, но опять же таки все на скрипт-споте, здесь указано, чего он делает, в картиночках показано. Раз, раз, один, один. Лайн пивот to Edge. Итак, бывает такая ситуация, что вам нужно выровнять поверхность одного объекта по поверхности другого объекта. Ну, как бы, есть такая ситуация, допустим, вам нужна, давайте, я бы их сереньким цветом обозначим, чтобы оно не было таким черным. Бывает такая ситуация, что вам нужно взять вот этот объект, выровнять по поверхности вот этот объект. То есть, чтобы, вот, например, вот этот четырехугольник, да, плоскости, в котором находятся эти четырехугольники, они совпали с плоскостью именно с вот этой. Если у вас выровнен пивот один по-другому, то, в общем-то, все, ну, выровнен здесь пивот, да, то есть он вот так вот находится. То есть по оси Z можно выставить его вот сюда. Да, вот, вы выбираете Placement Tool, и по Placement Tool вы выравниваете его по какой угодно поверхности. Ходите по этой, по этой, по этой и так далее. Но это все работает только в том случае, если у вас именно что пивот правильно выровнен. Да, можно взять, выровнять сначала пивот, а потом поставить куда угодно. Но бывает, что это сложновато, проще поступить по-другому. Давайте возьмем вот так вот, например, сделаем, да, или нет, не так, вот так. Так вот сделаем ResetXForm, и здесь тоже вот так вот возьмем и сделаем ResetXForm. То есть пивот теперь у меня стоит вот здесь вот так вот, и вот здесь вот так. Разумеется, если я возьму этот Tool Placement, то, в общем-то, получается не совсем то, что нужно. И в этой случае меня выручает такой скрипт, как 3 Point Align. Запускаем его, выбираем точки, по которым будет у нас выбрана плоскость A. Например, одна точка, вторая точка, третья точка. Они образовали треугольник, который отвечает за плоскость вот-вот-вот. И теперь мне нужно выбрать другую точку, плоскость. Вот одна плоская точка, вторая точка, третья точка. Эти три точки, они образовали еще одну плоскость. И теперь у меня одна плоскость выравнивается по другой плоскости. Вот, как видите, идеально все совпало. Можно, конечно, поменять выделение, сделать небольшой фсет с числовым значением и так оставить. Очень удобно, советую иногда, очень сильно выручать, когда нужно какой-то объект именно подровнять под другой объект. Бывает, что очень полезно. Возможно, вы найдете аналог, но меня пока вот эта вот вещь устраивает. Которая называется Rename Tools. Renata Polymen Rename Tools. И теперь Rename Tools. Renata Polymen Rename Tools. Фишка в чем? У вас можете при помощи него выбрать кучу объектов. Запустить его. Вот у вас список объектов, которые здесь выбраны. И найти какое-то, например, что у нас. Вот, например, здесь есть у нас AEN. AEN, да, Chain, AEN, русском пишу, AEN, и заменим его на OOE, например, да, вот такое. И вы видите, сразу все вот так вот заменилось. То есть аналог такого майского Search and Replays. Ага, сразу 1.1. Еще один скрипт, с которым хочу познакомить, это скрипт TurboSmooth Manager. Он позволяет вам одним кликом либо прибить TurboSmooth, либо сделать их инстансами, либо изменить их на всех объектах, сделать одинаковое значение. То есть, ну, там, одну итерацию, две итерации, выключить, включить, сделать неотображаемого в бюборте и так далее. Ссылочка к TurboSmooth Manager, опять же-таки, на скрипт споте. Либо у меня в Dropbox. Открываем менеджер. И что мы видим? Нужно взять, например, выделить в сцене все TurboSmooth, либо, если у вас есть какое-то выделение, да, он будет смотреть только в них. Ну, допустим, мы берем в сцене, и мы можем изменить количество итераций на этом объекте. Один, две итерации. Включить режим изолинии, либо выключить. В данном случае он включен. Сейчас выключим. И можем в данном случае взять их и прибить. Бывает полезен, когда вы хотите большое количество объектов заэкспортить в ОБЖ, но при этом вам нужно будет взять и найти все объекты с TurboSmooth и сколлапсить все модификаторы TurboSmooth. Например, при экспорте FBX, там есть галочка использовать, смотреть, есть ли там TurboSmooth, и если что, то этот TurboSmooth просто прибивать при экспорте. Вот. В общем, полезный скриптик. Советую использовать, если вы модели типа SubDiv с большим количеством объектов, на которых будет всегда TurboSmooth накинуть, то вот так вот немного менеджить его можно будет очень-очень неплохо. Далее. Раз-раз-раз-один-один. Теперь давайте перейдем все к тому, что связано там с текстурами и скликанием и прочим. Значит, один из самых главных скриптов, которые я использую, когда открываете какую-то сцену от кого-то, либо там скачали ее из интернета, у нее нету каких-либо текстур, но они вот тогда кому-то были важны, сейчас они вам не нужны, и в них на домсе никакой нету, но при каждый раз при открытии сцены с неиспользованными текстурами у вас появляется сообщение, что какие-то такие-то текстуры найдены, давайте там попробуем их поискать. Для того, чтобы прибить их, достаточно запустить скрипт Related Maps. Просто можно и ручками все это сделать, но можно сделать таким вот скриптиком. Скрипт бесплатный, но при загрузке автор говорит, ну, помогите мне, там, и так далее, то есть сделайте пожертвование, было бы неплохо, можете либо продонатить, либо нажать Close и поиспользовать дальше скрипт, в этом случае бесплатный, ничего он у вас не требует, только небольшое всплывающее окошко вылазит, и все. Здесь у вас будет возможность найти текстуры, которые будут у вас требоваться для загрузки, то есть здесь у вас весь список. Если они у вас где-то есть, но находятся в другом месте, вы можете их поискать. Например, вы берете, указываете путь, на котором они у вас находятся, он у вас будет здесь, например, находиться, ну, указан. Ставите галки, например, там, игнорировать, как это сказать, кейс, ну, там, большую маленькую букву при нажатии, игнорировать расширение, то есть можете использовать, там, PNG вместо TGA, или, там, JPEG вместо GIF, программы. Ну, как вариант, да, вдруг у вас там сохранились картинки, но в другом формате, более ужато. Вот, ну, самое главное, что эта галочка здесь, это Search Subfolders, то есть если вы указываете галочку, например, DevWorks Game Space, то все папки, которые будут в ней находиться, программа сама, скрипт сам просмотрит, и если там найдет текстуру с этим именем, он ее подгрузит. И нажимаете Relink, и как только, ну, здесь он, по крайней мере, сказал, что укажи, пожалуйста, директорию здесь для поиска, у меня здесь ничего не указано. Вот, как только здесь найдется эти файлы, то отсюда исчезнут записи, в которых вы, ну, будут они требоваться. Если у вас ничего не требуется, можете нажать Delete All Missing Bitmaps, либо Street Missing Path, и у вас исчезнут все записи при открытии файлов для поиска. В общем, очень полезный скрипт, ссылочка, опять же, таки, можно найти его на скрипт-споте, так и называется, Relink Bitmaps, последняя версия, по-моему, то ли 2.08, то ли 2.09, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, когда вы запускаете скрипт, он у вас стоит, галочка проверять при открытии новой версии, он вам покажет, что да, вот у нас есть новая версия, там, и просто скачать. То есть, скачать вы не скачать, захотите, не захотите, можете для себя выбрать нужное действие. Так, следующий скрипт, это, это Text Tools, небольшой скриптик, на этом самом, на скрипт-споте здесь есть страничка, и в хелпе здесь, кстати, указано, давайте перейдем по ссылочке, а, сайт не найден, а, вот он, по-моему, Text Tools, здесь есть гифочка, и в гифочке показано все, что он делает, то есть, то, из чего я, ну, я расскажу о том, что только я здесь использую. Ну, во-первых, это запекание текстур, то есть, когда вы рисуете текстуру, вы хотите ее подправить в фотошопе, вам нужно сделать сеточку, то есть, ну, сетку, по которой вы будете рисовать именно в 2D. Убираете размер текстуры, там 1К, 2К, 4К, нажимаете Wire, раз, раз, один, один. Итак, выбираем размер текстуры, нажимаем Wire, то есть, накинулся он в RackPV, там создался рендер текстуры, причем, рендер у нас уже находится в клейборде. Открываем фотошоп, нажимаем создать новый файл, убираем вставку, и вот, пожалуйста, у нас уже объект находится здесь. Ну, там в difference слой ставим, и рисуем уже что-нибудь на нижнем слое, таким, как он нас устраивает. Здесь еще есть также режим, ну, то есть, более расширенное, то есть, вот то, что там открывалось, это было связано исключительно только с созданием сетки, UV layout, да, тут еще можно создавать маски, цветовые маски, ну, запекать окклюжен, и находить еще другие, 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 ну, в Airframe, да, еще, чем еще здесь можно пользоваться, это быстрое переключение между чекером и самой текстурой. Также здесь есть, и еще есть возможность нормализации шевера, она в Max, но вообще вещь полезная. Да, еще из утилит, здесь есть такая штука, как создать UV shape, вектор. Что она делает? Это он превращает из UV ваш объект в вектор, да, вот развертку UV, она становится плоская, и вы можете ее теперь экспортировать в какой-нибудь UBJ формат. Один мой знакомый использует это для печати на лазере, ну, то есть, там, выжигание по дереву на станке с ЧПУ. Раз-раз, один-один. Еще одна вещь, для которой можно использовать, вот это не только превращение в вектор, но еще и превращение в 2D. То есть, ваша развертка, она будет именно становиться мэшем. Так вот, конвертация происходит раз, и теперь вот, ваша развертка стала плоским изображением. Сначала она, то есть, есть у вас теперь возможность превратить его в вектор, в сплайны, а есть у вас возможность превратить в такую 2D геометрию. Обязательно я ее найду. И еще один скрипт, это включение-выключение текстур на объекте. Раз-раз, один-один. Допустим, у вас на этот объект мы накинем материал, на котором находится текстура чекера. Ну, вот так вот, по випорте мы ее откроем, покажем. то при помощи переключения man-off-man-off вы можете эту текстуру уделять и убирать ее у себя. Когда я ее использую, для чего она мне нужна? Когда я скиню какой-то объект в Максе, ну, rigging, скининг, вот, то бывает так, что мне нужно текстуру быстренько убрать, а потом заново ее накинуть, для того, чтобы посмотреть, там, степень влияния кости на объект. Чтобы не открывать каждый раз редактор материалов и включать-выключать текстуру, я просто, ну, написал скриптик, который включает-выключает этот, ну, текстуру в випорте. Очень удобно, мне нравится, ссылочка будет у меня на Dropbox, можете скачать, пользоваться. Вот, еще один такой интересный скриптик, но даже не знаю, как его вам сказать, в принципе, его практического применения, наверное, никакого нету, это просто скрипт, который позволяет вам представлять редакторе, ну, представлять материалы в Максе, как ZBrush. Называется он SuperclayMode, вы его активируете, и при помощи, как же они называются, маткапов, задавайте материалы в сцене. Работает он с Nitros, меняются они вот таким образом, вы скачиваете маткапы, подгружаете, и через Shift-клик меняете его. Shift-клик, и получается у вас вот такое вот превью материалов из ZBrush, как в Максе. То есть, для кого-то, может, это будет прикольно, недавно сочаянно обнаружил, поэтому, ссылочка будет в описании, кому будет интересно, посмотрите, посмотрите. Значит, дальше, на этом у меня обзор скриптов по текстурингу и моделингу закончился, дальше иногда там расскажу о некоторых скриптах, которые я буду использовать, которые я использую в анимации, ну, то есть, при анимации, при запекании, чем-то, чего-то. первое, что я использую, это самое главное при скининге, это такую вещь, как Skin or Die. Skin or Die, это, давайте, наверное, покажу на Мэше. Вот, я открыл такого персонажа, когда-то давным-давно делал, и смотрите, допустим, мне надо посмотреть, как у меня влияет вот эта косточка, скин на вот эту косточку, то есть, вот, эта косточка на скин, то есть, у меня текстура смешивается с цветом влияния, и мне не совсем понятно и видно, что тут происходит. Для того, чтобы понять, где там что, я нажимаю Mapping off, и сразу вот вижу, где у меня красное, где у меня синое. Map on, то у меня автоматически текстура сюда променяется, и мне сразу все становится видимым. Вот, дальше что? Есть у меня еще такой скриптик, который используют для запекания различных анимаций. Видео по нему я уже показывал, называется Bake Animation, перепекает анимации с одного объекта на другой. Часто пользуюсь, особенно при запекании анимаций всяких шасси и так далее на самолётах. Маленький скриптик, который называется Shiva Tools Cross Point. Что он делает? Значит, он создает объект, в котором, то есть, он просто облегчает работу, он создаёт объект, который при вращении смотрит сразу на два других объекта. Давайте попробую показать, вы поймёте. Есть у меня один объект, есть у меня второй объект, второй объект, он перелинкован первому объекту, и получается, например, написать, что это есть бедро, а это голень. Мне нужно сделать колено, которое постоянно будет повёрнуто не в одной из этих сторон, а всегда будет смотреть на одинаковый угол между этой и этой стороной. Точнее, неправильно сказал, не одинаковый угол, а будет находиться всегда на одинаковом углу углу между двумя этими костями, всеми это костями. Выбираю нижний объект, нажимаю Cross Point, появляется вот такой вот дамик. Раз-раз, один-один. И теперь у меня этот объект поверачивается на одинаковый угол между двумя этими костями. Ну, вот так вот, если посмотреть сверху, видите. Очень удобно, в принципе, всё то же самое можно сделать и ручками, создать объект и выбрать на него, подповесить на него контроллер Orientation и указать, что он в одинаковом соотношении будет смотреть и на этот, поворачиваться как этот и как этот объект. И теперь ну, просто этот скрипт работает как скрипт для облегчения и всё. Вот, чтобы не делать всё это долгоручками. Один раз нажали и забыли. Раз-раз, один-один. Также я использую для анимации, когда приходится анимировать сцену на объектах, которые, на персонажах, которые основаны на байпете, стандартом максовском, вот этом вот, скелете. Вот, есть такая штука, как байпет кейр, он позволяет то есть не ручками вот здесь когда вы делаете анимацию, сейчас я зайду, в кири-инфо, TCB, то есть не тут выбирать там кривую, по которой будет у вас происходить там замедление либо ускорение этого ключа, а тут уже просто горячими кнопочками чек-чек-чек вы делаете и указываете, что там будет у вас линейное движение либо движение по какой-то криволинейной поверхности. Очень удобно. Также, если не ошибаюсь, у этого автора есть, нет, наверное, все-таки у другого, называется Ikea Skeleton Selector. Что он делает? Это он создает такое окошечко, в котором у вас есть селектор, и вы, выбирая нужного персонажа, там просто в окошечке нажимаете кнопочку и появляется у вас, ну, выбираете пальчик, там, ручку и так далее. То есть вы не ищете какой-то контроллер на теле или какую-то косточку на теле, вы просто выбираете ее там. Плюс ко всему еще я применяю большое количество внутренних скриптов для анимации. Просто я их сюда повыносил для быстрого доступа. что они делают, в основном там выбирают ключи скейла, ключи позиций, удаляют кастомные атрибуты, превращают контроллер из элера в безе. Ну, в принципе-то и все. Если есть какие-то скрипты, которых я забыл рассказать, то, скорее всего, они не настолько важны и не понадобятся даже вам в поседневной жизни. Ну, что ж, я думаю, что на этом пора закончить. Как уже сказал, все ссылочки будут на скрипты в описании. Если какие-то скриптов вы не найдете по тем ссылкам, вы всегда их можете у меня скачать из Dropbox. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им. Сейчас пока, до новых встреч.